Привет! С вами Валентин и сегодня мы разберемся, чем отличается парочиститель SC3 от парочистителя SC4. Если и там и там есть долив воды и в цифрах практически нет разницы, стоит ли покупать SC4 или достаточно взять SC3. Заодно по ходу пьесы разберемся, какая комплектация у желтого, какая белая и конечно же что-нибудь помоем. Итак, разберемся с комплектацией, чем отличается желтый парочиститель от белого парочистителя. Хоть SC3, хоть SC4 комплектация у них будет одинаковая. В итоге напольная насадка, две удлинительных трубки есть в любой комплектации всегда. Пистолет тоже есть в любой комплектации всегда. Ручная насадка тоже есть в любой комплектации всегда. И вот к этой ручной насадке вот такая щеточка для того, чтобы потереть какие-то швы. Она тоже есть в комплектации всегда. На напольную насадку крепится вот такой моп. И вот тут начинаются отличия, потому что в желтой комплектации МОП-1. А в белой комплектации МОП-2. Когда вы один выкинули в стиралку, потому что он уже грязный, второй у вас еще чистый. Это удобно. Дальше в белом парочистителе есть вот такая накладка. Она на самом-то деле одевается вот сюда. Я ее до конца не одеваю, но чтоб было понятно. Так вот, в белом парочистителе есть накладка для того, чтобы приводить в порядок ковры. Чуть-чуть их освежить. В желтом парочистителе такой накладки нету, извините. Там ее не будет. В белом парочистителе есть вот такая щеточка. Она одевается на вот эту штуковину. И в желтом ее тоже нет. Ее можно докупить, как и накладку, но не завозили. И опять же в белом парочистителе есть вот такая вот желтая штуковинка. Это называется точечное сопло мощное, которое выдувает грязь из-за всяких щелей. И вот желтые ее опять не положили. Тоже опять докупите отдельно, если вдруг понадобится. Есть еще вот такая вот ручная насадка с вот таким вот мопом. Насадка сама по себе со щетинкой. И она есть в обоих версиях. И в желтой, и в белой. Поэтому, если вдруг непонятно, пересмотрите еще раз. А с комплектацией мы разобрали. Теперь, чем отличаются принципиально СЦ3 от СЦ4? Отличаются они методом нагрева. Потому что у СЦ3 проточный бойлер, в который вы наливаете воду. Тряпочку уберем. И она, проходя через проточный бойлер, тут же выходит горячий. Выше 100 градусов. Но за счет того, что бойлер проточный, обязательно в парочистителе должен стоять вот такой вот умягчитель. Ну, фильтр-умягчитель, который не дает накипи образовываться в самом этом бойлере проточном. В СЦ4 такой фишки не нужно. И этот расходник вы не будете тратить. Каждый год или два. В СЦ4 все устроено по-другому. Есть бак съемный. И вы с ним идете и наливаете воду где хотите. То есть вам не надо приходить с кувшинчиком, чтобы налить в парочиститель. Вы ходите со своей тарой под кран. Из этого бака вода попадает в бойлер. Греется там до аж до 140 градусов. И выходит наружу под хорошим давлением. Поэтому все и работает. Дальше. Чем еще интересен СЦ4? Ну, кроме того, что мы посмотрим, как это все работает. Нужно вам знать, что у СЦ4 есть модификация с утюгом. Видите вот этот вот пупок у СЦ3? Вот сюда ничего подключить нельзя. Просто шланг вырастает из него. А у СЦ4, но только у той модификации, которая называется Iron Kit, вместо пупка стоит вот такой штекер. И мы шланг отключаем, а утюг подключаем. И вот он наш утюг. Утюжок. Утюжочек. Подключив его к пароочистителю, мы получаем пар из пароочистителя, идущий через утюг. То есть паровой удар у нас гораздо сильнее, чем если бы мы гладили обычным утюгом. То есть у нас многофункциональная штуковина выходит. Мы и чистить можем, и гладить можем, и дезинфицировать тоже. Поэтому зашибись, чё. Но, если в комплекте сразу утюга не было, потом вы его не подключите. Задумайтесь. Хорош разговаривать. Давайте что-нибудь помоем. Итак, заправляем СЦ3 водой, заправляем СЦ4 водой, включаем, смотрим, как они нагреваются. Оба зажужжали. Каждый перекачивает, этот просто качает через бойлер, а белый перекачивает из одного бака в другой. Ну, ждем. Сейчас загорится, скажет, что можно работать. Пока греется, расскажу вам, что я хочу помыть вот этот вот шов до состояния, ну, он такой, белый-серый. Вот, вот, посмотрите, как тут. А тут он просто грязью, блин, затерся, и вообще. Вот, СЦ4 с этой стороны, СЦ3 с этой стороны. И потом еще помоем полы, потому что тут вот, ну, натоптано. Посмотрим, как вообще моют полы парочистители. Прошла примерно минута. По характеристикам заявлено, что вот этот парочиститель уже за минуту справится. А вот этому нужно три минуты. Давайте проверим, что произошло. СЦ3 молчит. СЦ4. Ух ты! СЦ4 уже готов к работе. Нифига себе. СЦ3 еще молчит. Ну, молчит и молчит. Значит, СЦ4 помоем его часть. А СЦ3 как раз успеет. СЦ4 помылим. Никаких убыстрений. Все, ну, тут, в принципе, маленький шовчик, но просто, чтобы вы понимали. Переключаем положение замочек. Снимаем насадку. Ставим эту же самую насадку на СЦ. Ой, конденсат. Ух ты! Ну, как-то не очень наглядно получилось, сильнее СЦ4 или слабее. Хотя, как по мне показалось, что сильнее. Поэтому, перед тем, как мыть полы, давайте я просто включу вот два пистолета и посмотрим, видно ли разница в количестве пара. Видите? Я вижу, у этого пара меньше, чем у этого. И это больше держит струю, а у этого она пропадает. И так, СЦ3 моем полы. Переключаю на СЦ4. Ну, что вам сказать, полы моет в разы быстрее. Просто, блин, если тут я одну плитку тер, тут половина следа того же, она стерла сразу. Может, я, конечно, тот еще мойщик. Ну, давайте попробуем и все остальное. О, и тут, где мы водой насвинячили, тоже. Ай-яй-яй, что ж я наделал? Наклеечку содрал. А оно еще не высохло. Вот, смотрите. Вот это осталось не помытой части. Вот тут мы мыли СЦ4. А вот тут СЦ3. В принципе, разницы в качестве мойки шва практически никакой нет. Что там, что там. Просто СЦ3, как вы видели, и мыть полы. Фотки сейчас вы увидите. Но, в принципе, я думаю, вы заметили, что СЦ3 было чуть-чуть медленнее мыть полы, чем СЦ4. В точечных местах, в швах, ну, эта разница была не столь очевидна. Может быть, шовчик короткий надо было дольше делать. Ну, там, два шва плитки помыть, чтобы было заметно отставание СЦ3. И, ну, в общем, он слабее, поэтому СЦ4 и дороже. На этом все. А, нет, не все. Вот вам моб, которым мы мыли полы. Вот так он стал выглядеть из белого в грязный. А вот теперь все. Понравилось? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Спрашивайте в комментариях. С вами был Валентин. Пока.